с каких книг должен начинать требующие знания? который он любит, который ему нравится? любая книга, который любишь? любой сайт зайдет? как ему нравится? сейчас же так происходит? так нельзя! вот это, допустим, зубной врач он не может по настроению, по своему желанию изучать медицину и читать, как он хочет, и учиться у кого попало ему говорят у профессионалы в его профессии, то есть зубные врачи, если ты хочешь, чтобы мы тебе дали свидетельство, дать тебе диплом, ты должен именно потому что к тому пути, который мы тебе установили а что касается знаний, то в наше время все говорят, да, хоть что-нибудь читай один говорит, я учусь у гоголя перелистывай страницу, это не знание или начинает учиться у рафидитов, шиитов разве это знание причисто у вас? если кто-то будет ругать твою мать ты будешь слушать, как кто-то ругает твою мать, будешь смотреть на это? если кто-нибудь запишет кого-то, кто ругает твою мать, ты пошлешь к другому это и скажешь, смотри, смотри, что правой мать говорит так разве пророк сам тебя научил? пророк предостерег нас от тех, которые следуют за непонятными и сомнительными вещами даже в этой комнате если даже сейчас мы у каждого посмотрим, кто куда заходил, какую страницу, допустим, начнем расследований, мы увидим, что многие из присутствующих здесь заходили вообще не на понятные сайты клянусь Аллахом, в наше время отворачиваются люди от сунны, кроме тех, кто откликнулся с Аллахом когда мы последний раз читали книгу, то есть общепризнанную по хадисам, как Бухари, Булуга-ль-Марам или Арбай-ль-Науи поэтому мы должны упорядочить знания идти по пути ученых первое, с чего надо начинать изучение таухида как три основы, допустим краткий какой-нибудь шарф, который ты зазубришь потом, допустим, переходишь к книге «Важные уроки» Шиха Бен База, как пример потом книга «Единобожие» это очень важные книги для требующего знания я, в Аллах, не говорю о том, что я ищу в Аллаху но я ищу в Аллаху я говорю, что я сам себе рекламу не делаю но я говорю, как пример почему вы, допустим, даже в мадрасушейка не заходите для того, чтобы изучить знания, взять какие-то основы мы хотим помогать друг другу помогать друг другу в требовании знаний дни проходят и ты не знаешь ничего о Суне если я спрашиваю тебе, как думаешь, сколько осталось жить? больше, чем ты прожил или меньше? ты даже не знаешь, не можешь на это ответить почему шейхи постоянно преподают одну книгу, как, допустим, три основы? это почему это получается недостаток в обучении? если мы спросим у этого врача сейчас ты первый класс еще раз повторял программу или нет? он говорит, нет, не повторял проверьте меня, скажите мы его проверим, если он у нас экзамен за первый класс, то отлично если нет, то вернем его в первый класс тот человек, который говорит, я выучил Куран, и мы 10 вопросов задаем, и он не отвечает это не является тем, кто выучил Куран спросим про три основы, он не может ответить, значит он не учил эти три основы поэтому мы должны зазубрить знания должны идти по пути ученых однако мы сейчас, как видим, сегодня он учит три основы другой приходит, ему говорит, подожди, надо арабский язык учить начинает, потом он учить арабский потом приходит, третий говорит, нет, надо Куран начинать потом он начинает учить Куран потом следующий приходит, говорит, надо хадисы изучать проблема в том, что каждый, кто кричит, мы его слушаем брат, не слушай никого, кроме больших ученых